Вы думали, оба? Мы много об этом говорили. Официально, только один будет одобрен. Незамужняя пара, тем более гомосексуалы, не могут быть одобрены вместе. Кто это будет? Посмотрим. Пятидесятилетний ВИЧ-инфицированный, работающий в ЛГБТ-центре, или молодой и блестящий архитектор. Это будет Виктор, не так ли? Это просто для властей. Чтобы получить одобрение, мы не должны знать, что вы гей. Юридически, никто не запрещает усыновлять геям. Но их прошения систематически отклоняют. Это дискриминация, а не признание. Вас будут считать натуралом и одиноким. По крайней мере, мне не придется играть эту роль. Если я смогу убедить вас, я усыновлю? Не совсем. Существует расследование и отчет комиссии, которая решит, предоставить вам одобрение или нет. Если вы его получите, вы в списке ожидания. Это может занять несколько месяцев или лет. Может быть, что касается образа жизни. Демократия в этом еще не очень сильна. Базиль. Ты вернулся. Это не ради тебя. Я пришел, чтобы принять душ. Можно? Конечно. Это твой единственный? Это мой единственный, да. Он красивее и моложе тебя. Кроме того, он архитектор. И нереально богат. Неплохо для старого педика, как я. Это все. Почему? Потому что. И это не гомофобия. Да. Нет. Двое мужчин не могут воспитывать ребенка. Почему? Ты ведь учился на детского психолога. Нет, я не учился. Я простой человек, который считает, что ребенку нужна мать для нормального развития. Верно? Ребенок нуждается в любви. Лучшие родители геи подарят ему любовь. Или родители натуралы, равнодушные к нему. Ты думал, через что малышу придется пройти? Как на него посмотрят люди? Как посмотрят люди, нам все равно. Мы не собираемся жить согласно чужим взглядам. Нет. Но когда мы спросим его, почему у него два отца, ты думаешь, что это будет легко для него? Мы будем с ним. Мне пришлось одному защищаться от злых людей. Думай, что хочешь. Что я гомофобный, ограниченный и плохой отец. Если вы это сделаете, не забойтесь о судьбе вашего ребенка, то вы в первую очередь думаете о себе. Это эгоизм. Как будто мы расстаемся. Наоборот, мы строим что-то свое. Ну, я почти закончил. Все поместилось в двух коробках и чемодане. Ты никогда не был практичным. После завтрашнего визита инспектора, мы расставим все на свои места. Расскажите мне о себе. Почему вы хотите усыновить? Я приближаюсь к возрасту, когда желание стать отцом становится сильным. У меня всегда было это желание. В глубине души я имею в виду. Но, как и многие люди, я предпочел строить карьеру. Почему бы не сделать это обычным способом? Я еще не встретил нужного человека. Я встречал молодых женщин, с которыми мы не хотели их делать в одно и то же время. Так что выбора у меня не было. Моя история закончилась. Сегодня это звучит банально, но такова жизнь многих людей. Со временем я понял, что не хочу больше ждать. Как вы представляете себе роль отца, которую будете играть в одиночку? По крайней мере, на данный момент. Я вижу себя как стабильного, солидного человека. который понимает, что воспитывать всегда сложно. Для успеха будет внимательно следить за развитием, позволяя ему быть самим собой. Я много об этом говорю с друзьями, которые являются родителями, мужчина и женщина. Один из них – бывший партнер. Это проект, о котором упоминалось, но этого не произошло. Я говорил об этом с моими родителями. Разумеется, с матерью, которая очень хочет иметь внука или внучку. А ваш отец? С моим отцом все сложнее. Он немногословен. Ему трудно начать беседу. Мы не всегда сходимся во мнениях. Ваша мать будет готова, если вам понадобится помощь. Ребенок изменит расписание. Это следует принять во внимание. Это правда, что я упорно работаю. Но я много работаю дома. Я могу совмещать оба дела одновременно. У приемного ребенка иногда возникают проблемы со сном. Это может вас утомить и выбить из графика. Да, я думал, конечно. Но я не одинок. У меня есть поддержка моей матери. И я не выхожу ночью. Бары – это не для меня. Это непростое решение. Я чувствую себя готовым. Все нормально? Да, я в порядке. Не похоже. Столько всего навалилось. Твой отец опустил меня. Дальше некуда. Иди сюда. Все хорошо. Все идет по графику? Да. А бетонная плита? Она потоплена. Ой, ты хочешь увидеть? Да. Что делаешь?